Добрый день, я Максим Багрецов, представитель команды Виктора Бабарико и аркомитета партии Разум. Прошел почти год с тех пор, как политические события в нашей стране стали причиной беспрецедентного кризиса. Кризиса, который мы уверены будет иметь долгосрочные последствия для всех, кто своей жизнью связан с Беларусью. Этот кризис разрушает наш человеческий потенциал. Он ломает жизни людей, разрушает экономику, приводит к ослаблению независимости и суверенитета. Бизнес перевозит опытный и восквалифицированный персонал за рубеж. Инвесторы не рассматривают нашу страну как безопасное для своих вложений место. А многие молодые перспективные люди вместо того, чтобы учиться и с оптимизмом смотреть в будущее, уезжают, сидят за решеткой или переживают из-за своих пострадавших друзей и коллег. Не все из них будут связывать свое будущее с Беларусью. Часть из них страна теряет навсегда. Торговля, инвестиции, производство, инновации, общечеловеческие отношения – все идет под нож политического противостояния. Эмоции уже давно зашкаливают. Казалось бы, что хуже уже быть не может, но эскалация продолжается и уже представляет прямую угрозу экономической состоятельности, независимости и суверенитету. Для всех беларусов это высшая ценность. Мы патриоты. Что нужно сделать? Первый шаг в руках власти. Начать скорейшее освобождение людей из СИЗО и тюрем, применить амнистию или иной механизм – это абсолютно необходимое действие. Чем дальше, тем это будет сложнее. Это позволит избавиться от внутреннего напряжения, от которого так устали беларусы, и поможет в нормализации отношений с зарубежными партнерами. Затягивание с принятием такого решения только осложняет ситуацию с каждым днем. Второй шаг – это вспомнить, что же нас объединяет, а не постоянно спорить о том, что нас разделяет. Какой мы хотим видеть нашу страну в будущем? Свободной, сильной, богатой, процветающей, с экономикой, с высокой долей услуг или производства, как обеспечивается порядок в стране, как мы видим конституционный строй и механизмы выражения воли людей. Как мы дадим людям понять, что их дети могут спокойно связывать свое будущее с Беларусью? Для того, чтобы последствия кризиса не пришлось разгребать нашим внукам или их детям, нужно начать диалог. И в этот раз настоящий диалог, а не его имитацию. А третий шаг – общий совместный план действий. Необходим план по восстановлению доверия к избирательной системе, восстановлению норм закона и безопасности. План по выходу из политического кризиса, по экономическому развитию. Произойдет ли это? Я уверен, все зависит от того, как быстро мы начнем действовать.